Здравствуйте! Меня зовут Надя и сегодня мы с вами приготовим тушёное мясо в мурдиваке. Я буду готовить говядину. И для этого нам понадобится, разумеется, мясо говядина, которое я порезала такими небольшими кусочками. Нам понадобится лук, много лука. Чем больше лука, тем вкуснее. Нам понадобится морковь, я её порезала такими довольно крупными кусочками, чтобы они так остались кусочками в готовом рагу, то есть в гурише. И болгарский перец тоже порезала крупно. Мясо у меня очень постное, здесь нет никакой жиринки, поэтому я хочу добавить сливочное масло. Когда мясо жирное, массу добавлять не обязательно. Ну а для этого мяса, я считаю, нужно добавить немного жира. Ну и конечно нам нужно будет соль, перец, и я немножко добавлю травы базил, то есть базилик. Готовится всё очень просто. Я все ингриллинты складываю в мультиварку. Мясо. Лук. Перец. Морковь. Кладу сюда масло. Теперь его нужно посолить. Соль вы, конечно, кладёте по вкусу, у каждого свои вкусы, кто-то любит солонее, кто-то любит меньше. Я кладу немного перца, буквально немного для запаха, не обязательно, чтобы она была острая для меня. И базил, но только совсем немного, если его положить много, он дает сильно много привкуса, и это забивает основной привкус мяса. Теперь всё это нужно перемешать. Чтобы всё это равномерно распределилось внутри. И нужно его немножечко вот так поровнее положить, чтобы кусочки мяса не выступали очень сильно над поверхностью. Всё, всё готово. Теперь нам осталось включить мультиварку. Накрываем крышкой. Обязательно нужно проверить вот этот рычажок, чтобы он был в позиции закрыта. Вот тут у нас открыто, вот так закрыто. И включаем режим. У меня называется «Стю». Это значит «тушение» по-русски. И ставим на 1 час. Здесь у меня 35 минут. Я добавляю, чтобы был час. 60 минут. Через час гуляш будет готов. И мы посмотрим, что у нас получилось. Мясо готово. И мы можем открыть мультиварку. Для этого мы сначала должны убрать давление. Должны открыть этот клапан. Я его немножечко прикрою, потому что он немножко брызгает. Сейчас пар выйдет. И мы откроем. Теперь мы можем открыть крышку. И посмотреть, что у нас получилось. Мясо готовое. Оно получилось в собственном соку. Здесь много сока, который можно использовать как соус для любого гарнира. Мясо получается очень мягкое, нежное, совершенно готовое. И главное, что это все приготовлено без добавления воды. Мясо находится в собственном соке. И оно хорошо приготовлено и вкусное. Я надеюсь, вам понравится этот очень простой, но очень вкусный рецепт. И вы напишите мне свои комментарии и поставите пальчик вверх. Спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok